Продолжение следует... Я решил их объединить, ведь рабочие характеристики лесок, которые требуются для этих снастей, диаметрально противоположны. Чтобы это понять, необходимо рассмотреть сами поплавки, а точнее способы крепления этих поплавков к леске. Начнем с классического поплавка для маховой ловли. Глухая оснастка. Другие мы не рассматриваем, поскольку маховая ловля это глухая оснастка. Данные поплавки имеют три точки крепления на леске. Две точки это те, которые якорят поплавок на леске, на снасти. Находятся они на киле. Иногда рыболовы ставят один кембрик внизу, но рекомендуется ставить два, чтобы уменьшать влияние лески, парусность снасти, скажем так, во время проводки, чтобы более точно управлять ею. Третья точка находится вверху тела поплавка, практически рядом с антенкой. Это пропускное колечко, через которое проходит леска. Это что касается классического поплавка. А вот поплавок для способа лови хиробона, он как раз по способу крепления схож. Вот видите, я поставил специально самодельный коннектор, чтобы было позаметнее. Он схож по способу крепления с матчевыми поплавками. И если вы посмотрите на ютубе видео, где способом хиробона ловят именно азиатские рыболовы, вы обнаружите, что после каждого заброса они опускают вершинку удилища в воду. Для чего это делается? Это делается для того, чтобы заякорить снасть. То есть минимизировать воздействие поверхностного течения на оснастку. И чтобы она не двигалась толще воды. Поскольку карась и карп, для которых создан этот способ ловли, они предпочитают неподвижную насадку. Как достигается вот это самое якорение снасти на дне? Достигается это при помощи тонущей лески. Как определить в магазине, что данная леска является тонущей? На тонущих лесках, на самих бобинах, обычно, производитель указывает, что для чего, для какого способа ловли эти лески предназначены. Допустим, если на упаковке написано матч, фидер, флет, это лески будут тонущие. Также тонущими лесками являются лески, предназначенные для ловли на спиннинг. Обратите внимание, при покупке, да, если указано, что это для спиннингового ловли, леска будет тонущей, она также подойдет для хирабуны. Еще тонущими лесками являются флорокарбоновые лески и поводковые лески. Поводковые лески обычно имеют намотку 25 либо 50 метров. То есть, вы тут тоже не ошибетесь, что это тонущие лески будут. Карповые лески, там уже немножко посложнее, там есть и тонущие, там есть и плавающие лески. То есть, это надо более подробно изучать, именно выбранную вами леску, либо на сайте производителя, либо в каталогах у продавцов, ну, где-то искать информацию о том, какая это леска. Либо методом тыка определить самому. К чему же приводит использование тонущей лески на маховой снасти? Ну, во-первых, у вас уменьшится количество поклевок во время придержки. То есть, во время придержки ваш поплавок будет немножко подныривать и при этом создавать небольшое движение киля вверх. Насадка будет сильно дергаться, это будет настораживать рыбу, и она либо будет игнорить насадку, либо более осторожно брать ее, пробовать, что, естественно, приведет к меньшему количеству реализованных поклевок. Чем еще плоха тонущая леска на маховой снасти? Дело в том, что во время подсечки будет создаваться сильное боковое воздействие на пропускное колечко, и со временем оно сможет быть вырвано, либо произойдет какое-то движение этого колечка, и нарушится лакокрасочное покрытие, поплавок начнет пить воду, рыбалка также будет испорчена. Поэтому для хиробуны выбирайте леску тонущую, для маховой снасти и балонской выбирайте леску плавающую, и вы всегда будете с максимальным уловом. На этом все, спасибо за просмотр, не забывайте подписываться на канал, ставить лайк этому видео и оставлять комментарии. Всего доброго, до свидания.